Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! И сегодня я хочу предложить вам рассмотреть, как вышить цинию. Но сначала давайте, наверное, рассмотрим... Я вот тут снова распечатала фотографии. Давайте посмотрим на то, как выглядит цветок циния. И вот, судя по этой фотографии, мы видим, что цветовая гамма у цинии абсолютно разная. И этот цветок, естественно, очень красивый. Красиво смотрится на клумбах. Вот такая вот ещё подборочка у меня есть. Вот такие цинии. Здесь и жёлтые, и розовые, и красные, и бордовые. И даже вот такая есть у меня фотография. Вот такая необычная циния. Но я думаю, что это циния пионаобразная. То есть существует множество разных сортов. Вот здесь вдалеке мы видим простую цинию. Вот на этих фотографиях в своём большинстве уже идёт махровая циния. То есть когда уже целой шапкой листочки, и их очень много. Но поподробнее я хочу предложить вам рассмотреть вот этот цветочек. Непосредственно сам цветок. У него, ну вот здесь я вижу три яруса, три яруса лепестков. Далее, срединка, она как бы такая выпуклая. Она как бы возвышается над лепестками. И чем-то вот срединка напоминает, ну она такая же почти, как у герберы. Единственное, что срединка у цинии, она вот такая как бы выпуклая, как бы возвышается над цветком. Я посмотрела в интернете, поискала мастер-классы, хотела посмотреть, ну какими способами пользуются мастерицы. Ну, к сожалению, я ничего не нашла, кроме мастер-класса солянниковой Татьяны. Но она не показывает приемы вышивки. Она показывает схему. И по схеме просто рассказывает, как можно вышить цветок. И особое внимание Татьяна тоже уделила на срединку. И вот именно как она предлагает вышить эту срединку, так я ее и буду делать. Но об этом чуть позже. Итак, сначала давайте посмотрим, что мне сегодня понадобится. Ну вот еще вот такая вот есть. Вот такая еще есть у меня фотография. Здесь вот лучше, мне кажется, видно. И видно вот цветочек, который повернулся к нам боком. И показывает свой чешуйчатый такой чешелистик. И видно вот цветочек, который, ну просто наклонился вот туда, в левую сторону. И тоже видно, как расположены лепесточки. Что мне сегодня понадобится? Да, сразу скажу, что я не умещусь по времени в одно видео. И поэтому я тоже решила разделить на две части это видео. Я вот набросала для себя, для себя, что я вообще хочу вышить. То есть цветочек, который повернулся слегка. Цветочек, который вот опустил головку и показывает нам свой чешелистик. И вот лепесточки. И так, видно цветочек, который смотрит прямо. И цветочек, ну я бы его назвала полубутончик. То есть мы видим только срединку и вот только первые-первые лепесточки. Вот такая у меня задумка. Что мне понадобится сегодня? Так, для срединки я использую нитки мулины. Ну я сразу покажу разные, потому что там много срединок получается. И я разные нитки использовала. Вот сегодня, если я, когда вышивала герберу, использовала только нитки мулины, то сегодня я решила поэкспериментировать. И добавила вот ирис малинового цвета, нитки мулины тоже вот у меня тут разного цвета. И сегодня я взяла вот те нитки, которые я вам в прошлый раз показывала. Нитки для вязания, они хлопчатобумажные, с переходом цвета. Вот их я тоже сегодня использовала. И ещё вот такие. Это не ирис, но эти нитки у меня с рюликсом. Вот их тоже я сегодня решила использовать. Так, и для цветка, ну я взяла сейчас ленточки, только те, что мне сегодня понадобятся. Это ленточка зелёная, шириной в 12 мм. Ленточки, и ленточки вот у меня компаньоны. Они немножко отличаются по цвету. Я взяла, значит, оранжевые ленты в 12 мм. И тоже оранжевые, чуть потемнее, ленточка в 6 мм. Ну и иголки, естественно, нитки. Нитки, я сказала. Так, ну а ещё простые нитки понадобятся. Здесь неважно, какого цвета, любого цвета, швейные нитки обыкновенные понадобятся. Так, я уже начала. И вот тот цветочек, что у меня на рисунке, которые слегка повёрнуты в сторону, я уже вышила. Ну, в принципе, я же должна была попробовать. Я впервые вышиваю вот эту работу. Значит, теперь, что я ещё здесь наметила. Как вышивать стебли, я решила не показывать, потому что это почти в каждом видео я показывала их. Тут всё очень просто. Из ленточки в 12 мм скручиваю жгутик и где надо его фиксирую. Вот здесь я дополнительно ниткой в тон стебелька не фиксировала. Я зафиксировала листочками и вот этим ещё одним стебельком, который вот сюда наклонил голову. Вот здесь у меня будет тот цветочек, который склонился вниз и показывает нам свои листочки и чашелистик чешуйчатый. Здесь я, значит, вот здесь я вышью цветок, который смотрит прямо на нас. Вот здесь будет такой бутончик, который только начинает раскрываться. Ну, вот, пожалуй, и всё. Для основы я использовала габардин. Габардин белый. И я, когда начала вышивать, я его сразу не затонировала. А когда уже вышила цветок, ну, вот мне просто захотелось, чтобы он был тонированный. И поэтому я использовала здесь уже, ну, не краски, а я использовала масляную пастель. То есть ей, как и восковыми мелками, можно прям рисовать сразу. Вот она у меня такая многоцветная, красивая. И вот такой у меня вот фон получился. Ну, на мой вкус получилось красиво. Тут и зелень у меня с оттенками, и голубизна просматривается, и желтизна. Ну, мне нравится. Не знаю, как вам. Итак, с чего же мы начнём? А начать мы должны со серединки. А серединку Татьяна Солянникова предлагает вышить отдельно. Затем её наполнить немножко синтепоном. Да, кстати, я не сказала, что нам ещё потребуется небольшой кусочек синтепона. Итак, серединки я тоже уже начала делать. То есть я попробовала разные варианты. Вот в этой серединке, вот в середине, принцип вышивки серединки идёт такой же, как у герберы. То есть французские узелки. Внутри они, вот тот первый круг, он из двух ниток мулине. Вот здесь у меня вышит. Нет, здесь он не из мулине. Здесь он у меня вышит из одной ниточки вот такого лимонного ириса. Далее я использовала мулине вот такого цвета. То ли он персиковый, то ли он такой светло-светло осветлённый оранжевый. И вокруг, вот вокруг ещё последний слой, я попробовала вышить нитками мулине в три ниточки здесь. Но здесь у меня уже идут не французские узелки, а просто петельки. И вот этот ряд, где вот оранжевые, светло-оранжевые, здесь петельки не затянутые. То есть так же, как я делала, когда вышивала герберу. То есть я не подтягивала нитку на иголке. Вот эту серединку маленькую я вышила для вот этого вот бутончика, который будет не раскрытый. В середине я использовала нитки мулине коричневого цвета, там две ниточки. А вот здесь вокруг я как раз использовала вот такие нитки с переходом цвета, толстые. Я в одну нитку делала. Делала французские узелки. Два, по-моему, на вива. Их не затягивала. И вот такая интересная получилась серединка. То есть вот цвет не одинаковый везде, а вот он такой вот переходящий от светлого к темному. Смотрится очень красиво такая серединка. Ну и вот здесь я уже начала. Просто я хочу вам напомнить немножко, как вышивать. То есть рисуем круг. Сначала вышиваем вот здесь у меня нитки взяты оранжевого цвета. То есть это еще один вид серединки. То есть я попробовала разные эти нитки. Значит здесь в середине вот идет мулине в две нитки. Делаю французские узелки. Я нарисовала вот такой круг. И внутри еще кружок поменьше. И вот этот внутренний круг я заполняю французскими узелками в два на вива. И внизу я хорошо подтягиваю ниточку на иголки. И заполняем всю-всю вот эту серединку. То есть я вот рассматривала цветы. И еще в зависимости от цвета, какой цвет цветка и срединки у всех цветов абсолютно разные. Вот в первом варианте. Но что я отметила? Я отметила то, что в серединке обязательно присутствует цвет, который... Цвет лепестков цветка. Вот как правильно сказать. Срединку я заполнила. Вот для внешнего вот этого, для второго вот этого круга я использовала вот здесь нитки. Вот эти. Я не знаю как они называются. Ну вот, если видно, пожалуйста, прочитайте, как они называются правильно. Они довольно-таки толстые. Они тоже толще ириса. И вторую нитку я вдела в желтую. Это лимонный ирис. И здесь уже вот этот ряд. Я уже делаю французские узелки тоже в два на вива. Но я не подтягиваю ниточку на иголки. Я просто ее чуть-чуть придерживаю. И поэтому вот здесь вокруг образовываются вот такие где-то петельки, которые создают объем. Ну вот я сейчас не буду на вот эту срединку тратить время. Я просто здесь решила вам показать, как я это делала. А сегодня мне, возможно, я где-то потом ее использую, эту срединку. Но сегодня я решила вот ту срединку использовать. Поэтому, ну вот нитку сейчас доработаю. Я ее потом закончу, эту срединочку. И где-то тоже буду использовать. А сейчас мы рассмотрим, как же нам приготовить вот ту срединку. То есть, что я делаю. Я, так, я сейчас сразу ножницами и вот эту вырежу. Она мне понадобится. Но она мне, я так думаю, сегодня не понадобится. Сегодня мы только, наверное, и успеем это сделать вот тот большой цветок. Все остальное в следующей части. Так, вот я подравниваю. Вот это у меня, это я пока в сторону убираю. Вот эта ткань у меня габардин. И я знаю, что она сыпется. Поэтому, что я делаю? Я края слегка вот так зажигалкой пройду. Чтобы вот эта ткань у меня не начала сыпаться. Так. Обработала. Теперь я беру ниточку с швейной иголочкой. Ну, вот у меня здесь желтая вставлена. Разницы, какого цвета вот эта вот ниточка будет, никакого. Никакой нет. Ее все равно не будет видно. И по кругу проходимся, прошиваем швом вперед иголка. Отступаем немножко. Вот это вот у меня тут миллиметра три. От вышивки я отступила. и прошиваем по кругу. Но стежки сильно большие не надо делать. Сильно короткие, так средненькие. Так, вот я прошила. Теперь я подтягиваю. Подтягиваю все. Беру кусочек синтепона. Сворачиваю такой вот шарик. И вставляю вот сюда. Так, придерживаю и сильнее затягиваю. И теперь я вот эти края прошиваю. То есть весь синтепон у нас должен там спрятаться. У нас должно получиться что-то подобие вот такой пуговочки. Как вот шьют такие тряпочные пуговочки. Вот что-то подобие у нас должно получиться. Хорошо теперь все вот здесь прошиваем. Стараемся, чтобы вот эта вот нижняя часть стала у нас такой плоской. Расправляем. Ну вот такая серединочка получилась. Вот эти петельки, вот они так хорошо теперь будут топоршиться. Так, вот здесь они у меня подтянулись. Значит, я их иголочкой сейчас маленько повыправлю. Если посмотреть на цветы, то как раз вот там вот эти тычиночки вот так вот торчат в разные стороны. Вот у нас вот эти тычиночки и будут изображать вот эти петельки. Ну и теперь нам осталось серединку пришить. Значит, беру я свою работу и пришиваю. Хотя Татьяна вот рекомендовала, рекомендует сначала вышить лепесточки, а потом середину вставить, пришить вот эту серединку. Ну вот почему-то мне захотелось сделать наоборот. Вот в том цветке, который я уже вышила, я сначала пришила серединку, а потом уже я вышивала лепесточки. Мне почему-то так показалось, будет лучше. Пальчиком вот придерживаем. И притягиваем хорошо серединку ткани к нашей основе. Так, по кругу пройтись. Так, вот по кругу я прошлась. Теперь я вот на эту сторону переверну наизнанку. И теперь я еще с этой стороны буду подцеплять серединку. И этим я ее еще укреплю сильнее, чтобы она уже прочно была и не смещалась никуда. Вот еще по кругу вот такими стежочками. Я прям хорошо ее зацепляю. И подшиваю еще с изнанки. Ну и теперь ниточку мы закрепляем и отрезаем. Так, вот такая у меня получилась серединка. Вот такая она выпуклая, возвышается. Как раз что нам и надо. Теперь мы начнем вышивать лепесточки. Сначала я буду вышивать лепесточки вот того нижнего ряда. Нижнего яруса, можно сказать. Так, ну начинать можно с любой стороны, я так думаю. Ну вот я все же от стебелька начну. Из-под серединки вывожу ленточку. Расправляю ее хорошо. И для себя сначала нужно наметить. Можно, конечно, можно, конечно, маркером там или карандашом, чем вы делаете схемы, наметить. Давайте я намечу лучиками. Так, вот здесь. Так, подлиннее будет. Так, близко друг от друга нижний ярус лепестков не надо делать. Ну вот примерно вот здесь будет. Вот здесь. Ну где-то я сантиметра полтора, наверное, отступаю. По верхнему вот кругу, если смотреть. Так. Вот так. Вот так. Так. Ну и вот так, наверное. И вот теперь по намеченным линиям я прошью первый ряд. Вышивать я буду простыми прямыми стежками. Но я не буду затягивать. И у меня лепесточки вот такие будут как бы воздушные. Вот как здесь. Как вот на этом цветке. Вот видите, как они возвышаются. Так, теперь перехожу к следующему. Расправляю тоже вот здесь. Делаю округлой формы лепесточек. Потому что если посмотреть вот нашу цинию на фотографии, то мы увидим, что лепесточки на краях у неё не острые, а имеют округлую форму. Вот так. Немножко вытянула, верну. Так. Рядышком опять вывожу ещё один. И увожу наизнанку. Пальчиком вот здесь придерживайте, чтобы листочек не перекручивался сильно. Так. Ещё чуть-чуть. Так. Ещё постоянно следите за изнанкой, чтобы не подцепить вот там края ткани, например. Или в ленточку не попасть. За этим обязательно следите. И вот так мы проходим первый ряд. Итак, первый нижний ярус, первый нижний ряд я закончила. Теперь я начинаю вышивать следующий ряд. Делаю... Вышиваю лепесточки теперь между ними. Ну, вот здесь, наверное, стоило ещё один лепесточек нижнего ряда сделать. Прямо большое расстояние. Вот я его сделаю. Лепесточек нижнего ряда. Вот. А теперь вот между ними, между ними мы вышиваем ещё лепесточки. И это будут лепесточки второго ряда. Выводим между лепесточками. И здесь тоже в середине уводим. И так же делаем воздушные вот эти стежочки. Не затягиваем ленточку. Расправлять не забываем. И вот здесь, когда уводите, смотрите, чтобы там вы не попали в ленточку. А самое главное, чтобы не утянули предыдущие лепестки. Потому что, если вы попадёте в ленточку, то, естественно, и утянете лепестки. Так. И продолжаем. Ленточку расправляем. Особенно, когда вот здесь она не в центре, а от центра. Смотрим, чтобы она у нас округлой формы была. Но вообще, если где-то она чуть-чуть и перекручится, я тоже думаю, это ничего страшного. Потому как, ещё раз говорю, что в природе не бывает одинаковых лепестков. Всё равно какие-то где-то перекрутились они. Где-то... А где-то он, может, и вырос так. И так по кругу идёт. Второй ряд вышиваем лепесточки между... Укладываем лепесточки между лепесточками первого ряда. И тоже их делаем вот такие воздушные. Ленточку не натягиваем. Вот эта серединка, которую мы уже пришили, она выпуклая. За счёт этого она нисколько не мешает вышивать лепесточки. Ну, если кто-то захочет сначала лепесточки вышить, то попробуйте сначала лепесточки вышить, а потом уже пришить серединку. Мне почему-то показалось, что если я буду делать вот наоборот, сначала лепесточки, а потом серединку, не совсем удобно будет пришивать серединку по кругу. То есть мы постоянно будем задевать лепесточки. И не факт, что мы не утянем иголкой, не нарушим вот эту всю воздушность, которую вот сейчас я делаю. Так. Ну и остался в этом ряду последний лепесточек. Вот два ряда, или, как сказать, можно два яруса лепестков. Я уже вышила. Вот такая красота получается. Эту ленточку теперь я отрезаю. Конец припаиваю. Так. И теперь я хочу вышить еще один ряд. Покороче он будет. И ленточку я уже возьму в 6 миллиметров. Так. Ну вот я хочу, пожалуй, вот отсюда, что ли, начать. И тоже постараюсь выводить, где это возможно, особенно если там, где вот образовался вот этот просвет, между лепесточками. И опять же увожу в серединку. Теперь у нас уже много слоев ленты. И теперь вот будьте очень осторожны, аккуратны, когда протягиваете иголочку, вращайте ее, чтобы не утянуть вот те лепесточки, которые мы уже вышили. вышили. Ну а если вы их утянули, то, конечно, нужно их обязательно вернуть на место. Так. Выводим. От серединки и наружу. И так нужно пройти по кругу. Вот в некоторых местах возможно даже, что придется и проколоть лепесточек вот того нижнего ряда первого. Это тоже ничего страшного. Единственное, смотрите, что если вы его маленько, ну как, придавили, что ли, нарушили вот эту его воздушность, то нужно ее просто поднять. Вот так. Такая красота получается. Ну а где возможно между листочками, лепесточками провести иголочку, то, конечно, это нужно именно так и сделать. Провести между. Вот так. Дальше. Ну вот здесь придется прокалывать опять лепесточек нижний и немножечко его поднимать. Вот так. Красота какая. страшная сила. Я попробую здесь прокалывать тоже нижний. Здесь смотрите сами. Вот действительно как ложится ленточка. И смотрите еще на то, как укладываются вот эти верхние лепестки. И вот буквально один лепесточек. Я его вот этот прямо прокалю сейчас. нижний лепесток и выведу. И уведу в средину ленточку. Тоже эти стежочки все делайте воздушными. Так. Ну и вот осталось так все подправить где утянули. вот такой вот вот такой красивый цветочек у меня получился. Этот получился светленький, этот потемнее, а этот получился вот посветлее. И этому цветочку я еще добавлю листочки. листочки у цинии на стебле располагаются попарно. Давайте посмотрим на картинке. вот если мы посмотрим, то мы то мы видим, что вот парой вышел. Так, здесь не видно. Ну вот здесь вот как раз так хорошо видно. Вот парой вышел. Ниже тоже парой. Выше вот он парой. Здесь то есть если вот он вышел с одной стороны, то он и выйдет в другую сторону. Такие парные листочки. Ну а чтобы листочки вот так вот красиво ложились, вот как я здесь уложила, вот здесь я использовала обратный ленточный стежок. Я уже как-то его показывала. Давайте еще раз покажу. Посмотрите, я вот так уложила ленточку, уложила как я хочу. То есть я вот хочу, чтобы этот цветок листочек наклонялся сюда и я внизу под лепестком в ленточку делаю прокол. И теперь формирую вот там внизу кончик. Причем вот сейчас я не стала до конца вот здесь формировать острый кончик. Вот так красиво улеглась ленточка и я ее так оставлю. И теперь мне нужно вывести вот с этой стороны я снова делаю прокол в ленточку или прям совсем-совсем рядышком напротив этого лепесточка. И уведу теперь листочек вот туда кверху. Я помню, что я еще тут буду вышивать. И слегка вот я перекрутила его и теперь сделаю уже острый гузелочек. Вот так у меня получилось. Ну вот такой на мой взгляд симпатичный цветочек у меня получился. на этом я так думаю в этой части я закончу. Итак мы рассмотрели как вышить серединку вернее как ее сделать отдельную серединку то есть на дополнительных пяльцах. Вот как раз маленькие пяльцы всегда нужны. Потому что просто на ткани вот такую маленькую не сделаешь. А вот на маленьких вполне достаточно. бы вот еще желала чтобы еще меньше пяльца у меня были. И мы вышли три яруса лепестков. я думаю похоже на ценю. Сходство есть. Как вы думаете? Как вы думаете? Я жду ваших комментариев. Ну если вам понравилось вот это видео не забудьте нажать на пальчик вверху. Если еще не подписаны на мой канал подписывайтесь оставляйте комментарии. До встречи во второй части. Ну а во второй части мы вышьем вот этот цветочек который отвернулся от нас который наклонил свою головку это вот такой цветочек попробуем вышить что где видно чешелистик а чешелистик у него у цинич чешуйчатый и вышьем и вышьем вот такой может не такой немножко но бутончик вот бутончик и лепесточки только начинают появляться и они такие все скрученные вот что-то подобное будем во второй части делать